друзья привет сегодня речь пойдет о называемых верующих данном видео слово верующие если будущее употреблять это воспринимайте в кавычках в общем недавно выложил я соцсети свою группу пост на котором было изображены бабульки ползающие на коленях под иконой рядом стояли священнослужители которые держали эти иконы ну не иконы я не знаю как это правильно называется атрибут в общем старушки ползали я написал буква r дефис рабы вы знаете какой-то один мема есть сейчас подобные вот не стали писать различные верующие что мол что-то набросился на нас что мы тебе сделали сам ты раб что я им справедливо говорю так ребята вообще о чем разве в ритуале венчание отпевания не упоминается слова раб божий сразу вы не считаете себя рабами божьими да мы считаем себя рабами божьими но раб божий это же не то что ты имел ввиду мы любим своего бога именно поэтому мы ему подчиняемся типа того что лично мне без разницы какой раб любит он бога боится у бога вообще без разницы раб для меня он есть раб то есть и данном посте или посту я просто написал раб я никак не конкретизировал никакой функционал этого раба не писал ничего просто раб но почему-то верующие они же раб и обиделись на это совсем непонятно идем дальше потом эти верующие стали мне заявлять что вот ты не любишь христиан ты язычник какой язычники атеист я просто знаю что бога нет все откуда ты знаешь говорят они мне докажи что его нет представляете докажи что его нет это все равно что как там говорится искать черную кошку в темной комнате когда ее там вообще нет это из той же оперы как я вам докажу что бога нет если его никто не видел и не слышал не знаю нет никаких свидетельств кроме как ваших книжек это я им пишу вы же христиане такие добренькие все такое как же вы средние века сжигали людей на кострах ой да это не мы это были католики вот вам одно из доказательств вашей христианской вере даже конфессии немерено понимаете католики протестанты православные кого только нету а вот допустим если взять ученый аспект да какой то есть формула какая-нибудь там не знаю ускорение она одна понимаете нет трактовок этой формулы одного ученого и часть ученых придерживаться тактов этой трактовки другая часть ученых поддерживаются другой трактовки то есть нет такого потому что это законы физики химии и так далее то есть все это доказывается элементарно в отличие от существования вашего бога еще раз говорю я никого не хочу обидеть если вы верите в бога верьте на здоровье дискуссия у нас была длинная это было несколько человек этих верующих это мы переписывались в одноклассниках в контакте мне один мой товарищ скинул ссылку на чайник рассела мне очень понравилось все что я хотел им сказать этим верующим в этом чайнике рассела все написано я скопировал текст из этой ссылки отоставка в одноклассниках этим верующим чтобы они ознакомились не помогло совершенно то есть просто не помогло я им говорю внутри на основании чего веришь что вообще где-то и доказательства то мне не нужны доказательства я просто верю почему-то я заметил у меня в группах много всяких язычников там и мусульмане есть и православные христиане там все есть почему-то самый агрессивный это именно христиане православные то есть непонятно них все них все сектанты если ты не православный если ты не ешь мясо например все ты сектант вот один из этих верующих с которыми переписывался кстати его забанил один раз а до этого его мои администраторы банили я его все-таки возвращал в группу думаю ну пускай человек там высказывает свое мнение но и не увидим а кукушка совсем поехал и он давай не просто высказывает свое мнение просто ну видимо закончили слова и он давай всех направо и налево оскорблять включая меня то есть я там несколько лет его реально терпел вот недавно его заблокировал так он так он изменил свою аватарку изменилось ну как с новой страницы как-то называть снова аккаунта зашел и все равно давай ко мне лезть то есть он все но что-то хочет мне доказать ученые говорит не смогли доказать что бога нет представляете даже говорит некоторые наоборот не отрицают его существование давай мне приводить с интернета какие-то выдержки известных там ученых писателей и прочее прочее человек черпать информацию с интернета где ленину приписывается неизвестно что а ленин вспомнил про ленина этот кадр верующий говорит а ты знаешь что ленин был не только атеистом но и сатанистом я не знаю как с такими людьми общаться ты чего не понимаешь что атеист и сатанист это вообще разные вещи это как трезвенник алкаш уже ли ты не понимаешь что сатанист это как раз верующий и закон о защите прав верующих которым не говорится такой вере идет речь по моему мнению должен должен защищать сатанистов но мне кажется почему то что вы христиане сатанистов недолюбливаете готовы их там просто убивать они просто верят что есть сатана они верят вашего бога что бог ездил верят там что иисус воскрес и прочее прочее просто они верят сатану им больше нравится сатана еще раз говорю я атеист не язычник не сатанист она хватит на сегодня верующих еще раз говорю я всех вас уважаю то есть если вы верите в бога верьте просто пожалуйста ну и выглядите смешными не компрометируйте свою веру не просите людей атеистов чтобы они вам доказали что бога нет неужели вы не понимаете что это не смешно как я вам докажу что его нет как сами подумайте а кстати вот еще про чайник то про это то есть действительно вот так оно есть если веками люди верят какую-то сказку о которой написано в книгах да то доказательств никакие мне нужны а если я скажу что где-то там в космосе летает чайник несколько сумасшедший где-то и доказательства они будут требовать доказательств докажи что там летает чайник а вот если будут написаны книжки по этому поводу и веками будут люди веришь там где-то летает фарфоровый чайник доказательства будут не нужны поэтому друзья давайте быть как-то добрее к друг другу высказывать мнение нужно но без оскорблений без прямых обзывательств так скажем потому что именно христиане еще раз я подчеркну у них все ли если человек высказывает какое-то мнение что бога нет он либо язычник либо сектант хотя христианство но ведь изначально наверняка блог таким же сектантством также считалось сектантом просто евреи очень хорошо все придумали продумали я бы даже сказала вижу умные ребята я кстати евреям очень хорошо отношусь в каждой нации есть плохие хорошие люди что не отнять у евреев это что у них котелок нормально варят вот они придумали эту веру православия раскрутили ее христианство точнее не знаю как я запутался ваш там конфессия раскрутили везде зарабатывать на этом денежки разве это плохо хотят люди верить во что-то пускай верят ладно будьте здоровы